Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир. Садовый сезон набирает обороты. Многие культуры овощные высажены, пришло время сажать картофель. Многие из наших садоводов сделали это гораздо раньше, посадив этот вкусный и полезный овощ на самый ранний стол, так же, как это сделала я. Сегодня я поделюсь своим опытом, как вырастить самый ранний картофель, который можно употреблять даже непосредственно с кожурой, ведь он богат калием, который стимулирует работу садичной мышцы, а это важно для всех наших садоводов, потому что сил на участке требуется много. Традиционно свой ранний картофель я высаживаю в последней декаде апреля. Почему? Как я уже рассказывала в своих предыдущих роликах, грядки с осенью подготавливаю, укрываю пленкой, и почва гораздо раньше прогревается. Плюс у меня участок террасированный, и ранний картофель высаживаю в верхней части, где почва уже готова, поэтому посадки я делаю гораздо раньше своих соседей. Во многих районах нашей страны, в разных агроклиматических зонах, картофель сажают по нынешний день, поэтому я думаю, что актуальность посадок будет важна для многих садоводов. Посмотрите, ранний картофель у меня уже взошел на целой грядке. У меня нет возможности высаживать много этого чудесного овоща, поскольку приоритет отдан другим садовым культурам, но отказаться полностью от него я тоже не могу. Какие особенности агротехники? Я высаживаю картофель неглубоко, практически в поверхностную лунку, и когда он сходит, я его несколько раз приокучиваю в холодную погоду, полностью закрывая ростки, а в жаркую оставляя макушке, чтобы удобно было поливать. Так я делаю 2-3 раза, а потом гусы накрываю соломенной мульчей. Я уже во всех роликах своих рассказывал, для чего я это делаю. Для того, чтобы легкая почва не пересыхала, не образовывалась корка, чтобы не прорастали сорняки. Это облегчает уход за картофелем. То есть, достаточно 2-3 раза слегка проскорезом по бокам грядки, чуть-чуть сдвинуть почву в сторону ростков, и на этом работа заканчивается. Даже можно не полоть мелкую травку, она тут же подсыхает и потом прикрывается мульчей. То есть, облегчается уход за этой культурой, не превращая это в каторжный труд. Многим покажется этот способ слишком хлопотным, но выращивая одну-две грядки на участке, можно себе это позволить ради раннего урожая. Конечно, если вы высаживаете обширенными участками картофель, этот способ посадки потребует затрачивание значительных сил. А кому-то из садоводов он понравится, окажется по силам, особенно пожилым людям. В конце грядки я оставила незначительное место для четырех лунок, чтобы посадить картошку вместе с вами, рассказать, как я ее подготавливаю и показать все агротехнические приемы, которые будут сопровождаться выращиванием этой культуры. Для начала я прорыхляю грядку, подготовленную с осени плоскорезом. Остальную грядку я сделала рыхление раньше. Почва слегка влажная. Разравниваю. Далее мне нужно соблюсти бороздки в продолжении предыдущих рядов. И после этого я намечаю лунки, куда буду закладывать уже непосредственно посадочные клубни и специализированные удобрения для посадки картофеля. Сейчас я рассказала пару слов о подготовке семян картофеля к посадке. Многие садоводы по-разному готовят посадочный материал. Практически уже много лет я его проращиваю для кого-то необычным способом в контейнерах, в опилках. Поскольку я делаю небольшие посадки, можно, как говорится, немножечко поизгаляться и прорастить его таким способом. Но благодаря этому можно найти место для двух-трех контейнеров в теплице и заложить семенной картофель и присыпать влажными опилками. Опилки хорошо прогреваются. Картофель дает крепкие столоны, развивает корневую систему. И когда уже приходит время посадки и почва прогрета, я аккуратненько разгребаю опилки, достаю клубень уже с готовой мочкой корней с пророщенными отросточками, столонами, и аккуратно раскладываю в лунку. Сокращается гораздо время в схожести картофеля. Я заметила, что примерно на 4-5 дней быстрее картофель выходит на поверхность почвы, и я его начинаю переокучивать. Возможно, кому-то покажется этот способ трудоемким, но я так выигрываю время благодаря небольшой, скажем так, площади посадок. В этом году у меня из-за реконструкции теплиц получилось так, что не нашлось места для размещения рассады картофеля. Я его проращивала обычным способом, расстелив на газету, прикрыв от прямых солнечных лучей. Дом он у меня лежал и проращивался. То есть у него уже достаточно крепкие ростки, с которыми я уже высаживаю непосредственно в лунку. Формируем 4 лунки, оставшиеся на нашей грядке. Как я и говорила, лунки делаем неглубокие. Ранее в грядку с осени я заделала компост. Видите, часть соломины мульча прошлогодняя, еще кое-где проглядывает. Формирую гнездышки под томаты. Золу я также вносила при весенней обработке плоскорезом всей грядки. Поэтому я сейчас добавляю в лунки только специализированное органоминеральное удобрение от башенком для картофеля. Я вообще активно пользуюсь специализированными удобрениями для конкретных культур, потому что это очень удобно. Питательные вещества, которые находятся в удобрении, они подобраны специальным образом для конкретной культуры, под его потребность и расходуются максимально эффективно, потому что находятся в доступной для растения форме. Это удобрение на основе полностью натуральных компонентов, на основе куриного помета. Также это удобрение содержит необходимые для развития картофеля микроэлементы. Кроме азота, фосфора и калия содержатся бор и медь, необходимые для именно картофеля. В каждую лунку добавляем примерно по 70 грамм этого богатого микроэлементами удобрения, распределяем внутри, перемешиваем с почвой. Почва достаточно влажная, в лунку я воду лить не буду, аккуратненько разложу в каждую лунку по два клубня картофеля, один напротив другого с талонами кверху, сильно не придавливаю и аккуратно засыпаю. Напоминаю, что глубоко картофель не заделываю, поскольку как только росточки выйдут на поверхность, я начну его активно приокучивать. Разравниваю лунки. Аналогичным способом сейчас посажу две оставшиеся лунки и сверху полью водой. Поливаем наши посадки. После того, как наш картофель появится над поверхностью буквально пару сантиметров, я сразу же приокучиваю его под самые листики и жду, когда он подрастет очередные два-три сантиметра. Потом произвожу повторное приокучивание. Много земли на холмик не нагребаю. То есть я, если достаточно будет теплой погоды, не будет возвратных заморозков, холодов продолжительных, я саму макушку вегетативной части не закрываю. Пускай растет и радуется жизни. Фотосинтезирует, как говорится. После того, как, вот посмотрите, это уже дважды приокученный картофель, вот я его буквально через два дня еще чуть-чуть приокучу под самые макушки и все, это будет последнее приокучивание. И я накрываю толстым слоем соломенной мульчи, сантиметров около десяти. Для чего? Для того, чтобы картошка активно разрасталась именно под ней. Какой плюс? Во-первых, картошка на поверхности хорошо прогревается, активно растет, дает более ранний урожай. И ее иногда, как у меня мама любит делать, она запускает руку под мульчу, нащупывает крупную картошечку и уже к первому столу может быть собрать несколько кустов крупной картофельной. Не вырывая весь куст и давая возможность остальным картофелем на кусте отлично налиться и мы потом соберем уже полноценный урожай. Всем отличного сезона, вкуснейшего картофеля и прекрасной погоды. Всего доброго!